Среди историков и в целом образованных людей не является секретом тот факт, что названия Русь в древние времена имели территории надднепрянской Украины. А это значит, что наследниками Руси являются исключительно украинцы. Однако в стране Московия ошибочно считают себя настоящими продолжателями Руси. Тамошние люди по ошибке называют себя русскими и ложно считают, что название Россия – это производное от названия Русь. Это выглядит и странно, и смешно. Примерно так же, как если бы Московия назвалась Византией и провозгласила себя наследницей древнеримской империи. А впрочем, это и не шутка вовсе, ведь одна из концепций русского мира как раз и говорит о том, что Москва – это Третий Рим. И это, возможно, даже имеет больше смысла, чем ошибочное родство с Русью. Ведь именно из Византии происходит название Рось-Россия. Причем происходит в результате неправильного перевода Библии. В целом, в истории России одни сплошные ошибки, с какой стороны не посмотри. Давайте разбираться подробнее. Итак, интересную информацию о том, как происходила узурпация Москве и название Русь, можно узнать из статьи «Византийское имя России», написанной в 50-е годы прошлого века историком Александром Соловьевым и напечатанной в журнале «Византийский временник». Полный текст этой статьи вы сможете найти на нашем Патреоне, где мы выложили скан-копию этой работы. Ссылка в подсказке, описании и первом комментарии. Автор придерживается московской имперской идеологией, отождествляет Русь и Московию. И тем не менее, при внимательном ознакомлении, весь процесс присвоения Москвой имени Руси становится прозрачным. В тексте приведены упоминания названий Русь, Рось, Россия и их производных в исторических источниках от самых первых до XIX века. За все время до татарского нашествия и после него византийская огласовка русского имени Рос Россия неизвестна русскому языку. Все памятники, за редчайшими исключениями, пользуются лишь формами Русин, Русь, Русская земля. Исключения составляют некоторые документы из переписки на греческом языке православных церковных иерархов Руси и Византии. Ведь именно из Византии происходит название Рось, Россия. Произошло это в результате неправильного перевода Библии. В книге пророка Иезекииля глава 38 начинается так. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Обрати лице твое к Гогу, в земле Магог, князю Роша, Мешиха и Фувала. И из реки на него и скажи, так говорит Господь, вот я перед тобой, Гог, князь Роша, Мешиха и Фувала». Князь Рош возник в результате ошибочного перевода еврейского текста на греческий язык. Фразу следует переводить как просто «великий князь». Этот ложный перевод был воспринят как пророчество. Византийский историк Лев Диакон прибегнул к прямому сравнению текста Иезекииля и фигуры и действий великого князя Руси-Украины Святослава Игоревича. Именно благодаря князю Рош византийские греки начинают употреблять древнее название Украины как «Рось», а не «Русь». Однако в Западной Европе в отношении всех земель, входивших в состав Руси, применялись формы «Русия», «Русские», «Рузия», иногда «Рутения». Лишь изредка из-за византийского влияния европейцы использовали название «Россия». Далее автор отмечает, что в украинских землях использовалось название «Русь» и ее производные до Брестской унии. Название «Россия» появляется только с возникновением движения сопротивления унии и объясняется попыткой найти финансовую поддержку в православной Москве. Фандрайзинг, как сказали бы сегодня. В Москве история названия «Россия» сильно отличается от того, что происходило в Украине. От монгольского нашествия до второй половины 15 века названия «Русь» или «Рось» употребляются только в переписке православных церковных иерархов Московии и Византии, которое велось на греческом языке. Митрополиты, которые перешли из Киева в Москву, почему-то называли себя «Всея Руси», видимо, надеясь этим отработать деньги, предоставленные новыми московскими владельцами. Как отмечает историк Соловьев, до женитьбы Ивана Третьего на Софье палеолог название «Россия», как и «Русь», московскими царями не употреблялось. Автор статьи объясняет это тем, что это название стали использовать под влиянием греческого окружения Софии. Пожалуй, Соловьев здесь был недостаточно искренним. Московское княжество находилось под господством Золотой Орды и поэтому было никак не Русью, а Залезской Ордой в Улусе-Джуче. Поэтому, когда Москва избавилась от власти Золотой Орды, возникли планы собирать дань со всех земель, входивших в состав Руси. И одной из форм реализации этих планов было использование названия «Россия». Но все было не так просто. Если московские митрополиты в своих документах использовали название «Русь», то московские князья использовали только «Россия». Церковники, пожалуй, помнили, что официально митрополиты всея Руси должны находиться в Киеве. А вот у московских светских властителей такой традиции не было. Москва была обязана своим возвышением и своей государственностью Золотой Орде. Русь была чем-то чужеродным для московитов, поэтому ее название они переняли от греков и в греческой форме «Россия». Конечно, в своей статье Соловьев не признает этого факта. Он считает, что название «Русь», «Русин» сохранялось в народе. Остается непонятным, откуда он это взял. Московский простой народ не оставил соответствующих письменных памятников, а фольклорный материал невозможно точно датировать. В объяснение своего утверждения Соловьев приводит единственное доказательство. Процитируем его полностью. Что произношение «Россия» и «Россия» стало достаточно известным московским книжником времен Василия Третьего, сына Софии Палеолог, доказывает свидетельство Герберштейна, побывавшего в Москве в 1519 и 1529 годах. Приводя разные слышанные им мнения о происхождении русского имени от лехого брата Руса, от города Старой Руссы и от красного цвета, он продолжает. Многие полагают, что Русия прозвана Атороксолани, но москвичи отвергают эти предполагаемые мнения, как не согласные с истиной, подтверждая тем, что их народ издревле назван «Россия», то есть народом рассеянным или разбросанным, потому что «Россия» на языке русов значит «рассеяние». Очень странная этимология. Россияне считали, что их самоназвание происходило от слова «рассеянный», то есть никто ничего не знал о Руси, а свое название они вывели из приставки «рос», соединенной с глаголом «сеть». Не лишним будет вспомнить, что в московском говоре безударная буква «о» читается как звук «а». К тому же звук «о» никогда у русских не приближается к произношению как звук «у», то есть по законам московского произношения переход «Русия» в «Россия» или «Россия» попросту невозможен. Итак, Москва выбрала для себя название из другого языка, то есть греческого, а себя московиты впоследствии станут называть русскими, хотя люди Руси называли себя русинами, как и в наше время так называет себя украинская субэтническая группа. «Русь» как самоназвание Московии начинают использовать лишь в конце XVIII века. В общем, исходя из статьи историка Александра Соловьева, становится ясно следующее. Московиты не употребляют название «Русь» до последней четверти XV века. После этого времени постепенно, сначала к титулу князей и царей, а впоследствии и всей страны, начинают использовать греческое название «Россия». Греки так называли государство, существовавшее на Наднепрянщине и не входившее в те времена в состав Московии. Трудно себе представить, чтобы, скажем, Дойчленд стала бы называться, например, Германия, как называют эту страну в России. А вот Москва выбрала для себя название, которое употреблял другой народ. И это свидетельствует о том, что никакого отношения Московии к Руси не было абсолютно. А иначе название «Русь» стало бы появляться в письменных памятниках Московии не во времена Карамзина, а значительно раньше. Как свидетельствует Герберштейн, московиты даже не догадывались, с какой стати их называют русским именем. Это недоразумение сохранилось до наших дней. Московиты в качестве самоназвания используют прилагательное – русские, а несуществительное, как все другие нации. Правильным названием для народа Руси было «русины». Но откуда об этом могли знать потомки финно-угров, чья государственность возникла благодаря Золотой Орде? Складывается парадоксальная ситуация. Получается, что московиты – так называемые русские и великоросы по происхождению финно-угры, но вместо родных языков они используют славянский язык. Более того, государственная власть настойчиво внушает им, что они славяне, родина которых – Русь. Зачем же это делается? Ведь финно-угры также самодостаточны и ничем не уступают славянам. Такое, как сказал бы Оруэлл Двоемыслия, прямой путь к душевным проблемам, как на уровне личном, так и коллективном. И порождает феномен, который Зигмунд Фрейд идентифицировал как вытеснение. Под этим явлением понимают скрытое от сознания нежелательное психическое содержание. Проблема в том, что все вытесненное стремится вернуться в сознание, порождая конфликт между подсознательными, то есть вытесненными, и сознательными установками. В случае московитов противоречие между финно-угорским происхождением и навязываемым сознанию представлением о славянском генезе порождает агрессивное поведение. Ситуация, когда человек вынужден выдавать себя не за того, кем он является, порождает страх разоблачения и, как следствие, чувство неполноценности. В коллективном подсознании россиян это присутствует в полной мере. Чувство неполноценности вызывает острое желание компенсировать свои недостатки, что выливается в агрессивное поведение по отношению к соседним народам. Помочь этой беде смогло бы признание проблемы и очистка от лжи империалистической пропаганды для возвращения Москве к своим финно-угорским корням. Может быть тогда они бы наконец успокоились, перестали лезть к соседям и занялись в конце концов своими собственными проблемами, которых у них выше крыши. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok